Здравствуйте, это канал Максим Адзе и мы продолжаем играть в GTA San Andreas Definitive Edition. Давайте пойдем на миссию, которая ближе всего к нам в данный момент. Туда даже можно пешком да идти. Где она тут, вот она, Mad Dog. Ну давай, прыгай, чего ты ждешь-то? Прыгай, прыгай. Эй, а это кто такой? Да, какой это непризнанный рэпер, Mad Dog. Был на верхушках всех чадров. Mad Dog. Ну давай, прыгай, прыгай. Он просрал все свои деньги в казино и решил еще дожить. Эй, Mad Dog, ты что там делаешь наверху-то? Я тебя знаю, думаю, что нет, так что пошел нафиг. Это конец, все кончено. О, он упадет на асфальт. Не-не-не, возьми себя в руки, чувак. Ты все еще рэпер. Ты еще гангстер. Мне это уже пофигу. Мой менеджер убит, какой-то дебил у меня еще книгу спер со стихами. Какой-то там Локо Джи или что-то такое. Всем он нравится. Полное дерьмо, в общем. Гангстер рэпер тупой подой. Алкоголь мой единственный друг теперь. Эй, подожди, док. Тебе нужен новый менеджер, и он прямо перед тобой. Отойди от края. Не отговаривай ты его от прыжка, а мы ставки делаем на это. Так, городу плевать на это. Ну прыгай. Эй, не подходите ко мне, я лучший рэпер во всей вселенной. Я прыгну, обещаю, прыгну. Да, придется ловить его. Бешеного кекса. Мы долго, блин, дурацкий привод. Да, грузовик в самый раз будет. Эй, какого фига? Я хочу поймать, надо, я тут чувака спасаю. Прыгай, это твою карьеру спасет. Назад, я прыгну. Так, прыгнет он где-то примерно вот сюда. Так что едем вот где-то в этом радиусе. Тебе больше не понадобится эта одежда. Давай, прыгай. Прыгай, чего сдаешь? Попался, отлично. Скорее, в больницу его. О, время взять твою задницу и отвести на лечение. Да ты просто идиот. Я в жизни, в жизни, в жизни, в жизни. Самый-самый лучший. Твой спаситель, никто там, дружище. Меня зовут Карл. Спасибо, Карл. Надо ехать побыстрее и ни во что не врезаться. Жаль, что грузовик был не подушками набит. Давай, лечись. Восстанавливай силы. После этого мы вернем тебя в студию. Карл. Да? Когда я попробую, мне нужен новый менеджер. Думаю, я тебя возьму на его место. Да, давай, чувак. Да, отлично. Мэтт Дог был лучшим рэпером Лусантоса. Блин, отжилок же в Лусантосе еще посылал нас в его особняк, чтобы украсть у него книгу со стихами. Потому что сам он нифигашеньки сочинить ничего не может. А теперь мы самому рэперу помогать, получается, будем. Так, короче, поехали в это... Ой, не туда, господи. Я не к офицерам собирался ехать. Я хотел поехать. Я хотел в казино поехать. Ну-ка, дайте мне... Ну-ка, точку мне дайте сюда. Сохранимся еще, потому что ночь мне нафиг не нужна. Сохранимся еще, потому что ночь мне нафиг не нужна. Ну, впрочем, туда, в Принкл Пайн, куда я сначально чуть не поехал, мы обязательно сегодня съездим. Туда нам нужно будет съездить. Там можно очень хороший дом купить за 50 тысяч. А у нас денег вполне себе хватает на него. Отлично, доехали. Я знаю, да ты вонючий... Эй, чё тебе надо? Я так и не понял. Меня не интересуют твои глупые игры. Игры? Это мое сердце, с которым ты играешь. Чё? Блин, мне надо номер, походу, поменять. Как достала эта Каталина, чёрт возьми, блян. Так, на что бы сохранить-то? Колесный прокол. Это как раз-таки перед Лас Вентурасом, по-моему, было. Так, вот колесный прокол, значит, на него ставим. Как раз-таки перед Лас Вентурасом, походу, 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 походу. Как раз-таки перед Лас Вентурасом, походу, походу, походу. Чё к ним, мистер Рамфали. Джентльмены, распишитесь, пожалуйста. Джентльмены? Точнее, партнёры, теперь. Выбьем за это! Теперь мы официально записаны как со-владельцы казино. Миссис Рамфали. Алло, Карл, это Кен. Семья Леона сделала свой ход. Сальваторе уже здесь. Он взял под контроль к Алигулу. Мы в заднице, это война за власть в Лас Вентурасе. Война, война. Я слышал, что к нему пришли парни из-тряда, и он некоторое время занят. Я звоню в диванную комнату и должен лежать. Ясно, короче. Я еду к вам туда. Понятно. Теперь мы знаем, как третью семью залы. Семья Леоны. Семья Синдагу, которая уже больше нет. Форелли и Леоны. Едем в Каллигулу, посмотрим, что да как. Форелли и Леонид. Фрифолл. О, как это жестоко. Кровь мне в голову хлыщет прям. Да, фигово. О, кто у нас здесь? Вот ваш сэндвич. Кто эта очаровательная штучка? Я не занимаюсь таким дерьмом, знаете ли. А мне нравится эта девушка. Как тебя зовут? Мария. И обслуживание в зарплату не входит. Дай мне деньги, жирный ублюдок. Ты слышал, что сказала птичка? Ну. Да, вы шутите. Увидимся. А это что за козел? Меня зовут Карл Джонсон, сэр. До того, как я начал работать с мистером Розенбергом здесь, я имел удовольствие заниматься бизнесом с вашим сыном Джоуей в Либерти Зиде. Ты знаешь моего Джоуи? Мне нравится это. Что могу для тебя сделать, чувак? Ну, Кен может предвидеть, что я супер-мега-киллер. А, да, он человек, стоящий целой армии. Он очень надежный, просто маньяк. Знаешь, семья Форелли послала людей, чтобы убить меня. Их самолет скоро прибудет. Они летят под каким-то струнным квартетом. Хотел сначала послать своих парней туда. Но, может быть, и ты позабочишься об этом? Да, благодарю вас, сэр. Вы об этом не пожалеете, я вам гарантирую об этом. Может, мне тоже лучше... Ээээ, тихо, сиди на месте, Розенберг. Не хочу, чтобы ты ушел и потерялся. Ха, да ладно, че, серьезно, дверь сама открылась? Да, это тот самый Сальваторе Леоне из GTA 3. Он появляется и в Сан-Андресе тоже. Ее еще можно было увидеть в вступительном ролике к игре. Так, в аэропорт нам надо. Кстати, эта миссия довольно-таки сложная. Но в ремастере, в этом... Мне получилось все легче пройти, чем на компьютере. И телефоне. Да, первый раз играл тут. С первого раза прошел. А вот там, на телефоне и на комбе очень долго париться приходилось. Надеюсь, в этот раз так же повезет. Короче, все эти владеющие казино, друг с другом воюют. Но раз уж Сальваторе босс этого всего казино, значит надо... А как? Подождите, а как? А, надо нажимать кнопку. Левую. Мыши. Я уже забыл, как самолетом управлять просто за это время. Как вы, наверное, знаете, мы будем грабить эту казино-каллигу. И будем... И перед этим нам надо... Завоевать доверие босса Сальваторе Леоне. Так, вот где-то на этом уровне они должны лететь. И там будет кольцо, в которое мы должны будем залететь. Следите. Выше, 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 выше. Выше чуть-чуть. Где они там? О! Где-то тут. Только что-то я их не вижу. Перед собой. В тумане где-то, что ли? А, вот они. Так, чётко направляемся. И надо чётко в кольцо. Давай, 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 пожалуйста, в кольцо! Есть! Есть! Получилось с первого раза, отлично. Повезло всё-таки. Как и в первый раз в этом ремастере, а в оригинале не везло мне тут всё время. Так. Блин, это они просто будут. Ну что ж, двигаем в аэропорт обратно. Так, шасси вот так у нас опускаются. Но это я на случай. Вдруг забуду. Вдруг на всякий случай. Нам они при посадке всё равно будут нужны. Блин, вот такой вот прыжок с самолёта на самолёт. Не пытайтесь повторять это в реальной жизни ни в коем случае. Кстати, а мы где находимся? На карте нас не видно пока. Всё равно не видно ещё пока. Ну вот теперь уж точно видно будет. Да-да-да-да-да. А, да-да-да. Чётко вот так мы здесь будем садиться. Никаких поворотов делать нам не придётся. Так, вон посадочная полоса. Начинаем снижать скорость потихонечку и шасси опускать. Отличненько получилось эту миссию пройти. Так, во-первых, давайте сгоняем туда и возьмём броню себе. А потом поедем в этот Прингл Пайн, купим себе дом. О, тут как раз-таки машина даже есть. Можно не париться с этим делом. Не здесь, что ли? Может в другом ангаре? А, наверное, бронежилет появляется только во время миссии. Ну ладно уж. Окей. Так, где тут этот дом? Вот здесь он находится. Давайте его... Давайте купим его. У нас... Он стоит половину денег, которые у нас есть в данный момент. Навигатор мне показывает, что попало. Мне надо на выход из аэропорта сначала. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Было бы неплохо тут Было бы неплохо заехать в амунацию где-нибудь и взять брони Так вот, этот дом продается Давайте его купим Прекрасно Мы купили этот дом Давайте его изучим Обалдеть, красота просто Во, во, это вообще Классный дом, это самый лучший дом В игре Там гардероб Выглядит так же, как и в нашем доме В Лос-Андесе Блин, обалдеть, обалдеть дом кухонка пожалуйста и даже барная стойка есть нифига себе крутая хата у нас реально вам давайте немного покатаемся по деревне по этой по приколпай ну поэтому но преступника какого-то ловит миса пропитей шина или как там правильно произносить привет карл давненько не виделись да я уж начал скучать помню да ладно я что-то тебе не верю а ну иди сюда с нашей последней встречи дела в гору пошли несмотря на все наши усилия постоянно находиться рядом да я уверен что ты найдешь себе способ сохранить значит ты все еще не врубился что ликару дело не сохрани кого-то там значка эй слушай что тебе говорят мы с тобой очень похожи карл ты и я мы все пытаемся вытащить себя из этой дыры кто-то давит на меня а я давлю на себя где ернадо с этим чертовым мясом что-то его долго нет тэн пенни боитесь что он пошел стучать на вас что ли ну и как тебе это кусок дерьма теперь ты тебя дошло оу блин а ну вставай блин ты тебя дошло у нее а теперь вернемся к делу на западе отсюда есть разрушенных городов алдея молвада какой-то там кусок дерьма и субм встречается с агентов вбр что передать ему досье ты должен забрать это досье сделать так чтобы никто больше о них не услышал опять эти продажные офицеры когда ненько не видались слишком долго нет эрнандеса и принципе это правда последний раз он появился это в финальной кат-сцене после последней миссии в лос-андесе у нас это у нас это была первая серия второго сезона то есть очень очень давно его действительно не было вот они тоже задаются этим самым вопросом где же где проехать получше короче я помню эту миссию нам надо здесь нам надо проехать туда в пустыню и причем надо не допустить того чтобы тот тот агент короче не сел вертолет иначе хрен мы пройдем эту миссию зачем нам ехать по навигатору если можно здесь ехать а надеюсь без брони справиться сможем во всяком случае это возможно вроде бы это даже не так далеко в 7 в 7 в 9 в в так доехать почти осталось только в гору подняться давайте-ка броню возьмем то там у нация прямо рядом есть ой господи как какое желтое тут все так не жилет так где тут подъем у нас в гору блин почему желтое такое все стало на трава в воздухе блин так давайте вдоль краешка пойдем чтобы нас не видели снайперки лучше тут не стрелять потому что скорее всего одного выстрела чтобы убить будет мало и пока мы будем стрелять еще раз он уже успеет сесть вертолет а мы не можем этого никак допустить блин а у нас заканчивается этот коллаж ой он садится вертолет нет 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 он в вертолет сел все короче все давайте переигрывать потому что мы мы не сможем ничего уже сделать давайте переигрывать только придется заново сюда ехать еще и без брони они они не 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 придется не придется тут контрольная . есть что 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 в смысле он что вертолете сразу спаунится что ли будет ну-ка давайте еще раз проверим пусть меня еще раз убьют убейте меня еще раз пожалуйста я хочу это узнать и дай бог вот и дай бог он вертолете сразу спаунится будет как я на вертолете его догонять буду это не это невозможно практически они не не есть шанс его догнать надо надо короче взять это пп и попробовать пострелять по нему по-быстрому попробуем убей убейте меня еще раз убить эти убить будем пробовать пробовать надо пробовать это нужно пробовать да мы должны его до вертолета убить обязательно иначе очень сложно нам будет да не успеваю я а это сработает есть сработало сработало я его убил оказывается можно и его минигану расстрелять ну ладно хотя бы миссию в смысле задание провалено ну ладно оружие мы и так можем купить карл ты достал досье да я достал папку с документами что хотите сделать нам надо встретиться в каком-нибудь тихом месте и обсудить все это дело в пустыне есть мертвый город лас брухас эль кастил дель диабло знаешь где это да найду конечно найдешь увидимся дам к так оружие у нас все сперли теперь нам надо его заново покупать но ничего денег денег у нас хватает хотелось бы чтобы наступил день все таки потому что выполнять ночью как то не хочется все это дело так возьмем для экономии деньги тэс а потом на пп перейдем так меньше денег потратить и теперь пп так автоматы также покупая мака сначала и теперь эту мку м4 денег конечно много подразим но тем не менее это нам это нам нужно я в барыни же нет так и да я не купила все-таки пока снайперскую возьмем тоже пожалуй думаю 10 пока хватит взрывчатка дробовик давайте возьмем давайте возьмем немного дробовика ну и все наверное больше не больше не надо ничего теперь надо машину взять ладно короче сейчас я по поеду туда и там уже встретимся чик чик хайну карл мы не заставили тебя долго ждать да не все в норме хорошо это тассия давай его сюда все нормально как у нас дела я не знаю карл иди да парень хорошо выработал предательский кусок дерьма чертова крыса ты нас продал пора копать карл ты проследи за ее а ты куда ну выпить и расслабиться а что что то не так да не фрэнк расслабляйся хорошо встретимся в участке а с тобой встретимся в следующей жизни карл кошмар отлично думаю для двоих хватит а почему для двоих эдди темпе не просто используйте он использует всех нас ты будешь следующим кого он убьет а ну заткнись кусок дерьма и для тебя я визер пуласки сдохни блин охренеть а миниган это у нас нету точно но так убить 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 его убить пуласки блин эрнандеса он пытался а он между прочим пытался нас спасти и эх грустно получилось эдди ты знаешь что тэнбини тоже от тебя избавиться потом карл ты так и не понял что ли тэнбини всегда спасал тебя каждый раз когда я хотел тебя убить он находил предлог оставлять тебя в живых а теперь все от меня уже зависит а не от него кстати как твоя сестра она мне всегда нравилась эдди не всегда была за базе парку для нее и для нее дружка она выглядит профический чувак да пошел ты навек я знаю что ты пытался вразумить неразум но я не шучу чувак зачем он туда поехал чтобы спуститься опять потом сюда как-то странно заскриптован это лучшее что я когда-либо делал ты должен был увидеть свою мамочку когда она умирал это просто жуткое зрелище она так была из урода эй не упоминай мою мать парни здорово издевались над ее другом знаешь ли блин ах ты зараза сейчас ты мне за все ответишь слава не чувствуешь какой заняться оказался а кх да есть последнее желание да да до самой смерти таким и будешь ублюдок сраный что ж просто великолепно пуласки кстати написано на номерном знаке да тэнпи не походу заставлял нас работать а теперь просто решил от нас избавиться да больше никаких дел с этими больше никаких дел с этим подолгом собственно говоря он остался один эрнандес пуласки сдохли а а эрнандесу походу надоело что тэнпи не и пуласки они такие такую фигню про коррупционную делают все время решил настучать на них ну и собственно получил пулю за это а на сегодня предлагаю закончить наверное уже почти 40 минут играем алло ты специально заставил нас пропадать туда розенберг да розенберг который скоро будет носить бетонные башмачки на дне океана как хорошо ты запомнил на его слушайте я еще о вас не забыл погодить немного тебе легко говорить сальваторе может замочить меня в любую минуту на сегодня все с вас и коз подписаться с меня эпичные видосы в следующей серии будем уже подготовиться грабить казино подписывайтесь на стриминский канал чтобы я был вконтакте и всем пока не забыл вы не 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 не